итак в этом видео речь пойдет о владельце хендай крета который после пробега в 160 тысяч поменял крету на ладу весту и рассказал свое мнение и перед тем как начать проверьте подписаны ли вы на канал и жмите на колокол чтобы получать уведомления о новых видео а также ставьте лайки и пишите комментарии чтобы продвинуть данную информацию в рекомендуемые всем большое спасибо и начнем как вы все уже знаете при любой возможности большинство автолюбителей пытаются пересесть на кроссовер хоть и самый компактный но чтобы это был кроссовер также и поступил герой данного выпуска сразу скажу что он работает торговым представителем и его пробег на 60 процентов трасса и 40 процентов город также практически сразу после первого то владелец установил газобаллонное оборудование итак приобретался автомобиль в 2016 году хендай крета с мотором 1 и 6 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач на переднем приводе кузов автомобиля сохранился в общем то неплохо но если не учитывать то что на 25 тысячах пробега владелец по гарантии перекрашивал дверь багажника думаю многие уже слышали об этой проблеме и данный автомобиль не стал исключением также пробегу в 110 тысяч владелец по скользкой дороге не справился с управлением и улетел с трассы и ему пришлось поменять передний бампер фары передние крылья капот лобовое стекло крышу и даже двери и казалось бы при таком существенном повреждении кузова подушки не сработали по итогу ремонта оказалось что запчасти совершенно не дешевые весь ремонт обошелся под 300 тысяч рублей салон креты сохранился в общем то хорошо хоть пластик и дешевый но не особо скрипучий но здесь конечно все еще зависит от водителя и ухода за автомобилем перейдем к самому интересному это ремонт и за 160 тысяч пробега первое то было произведено у дилера для сохранения гарантии далее уже каждые 8 тысяч пробега замена масла на обычном с то далее обычная замена колодок на 40 тысячах и так примерно каждые 40 45 тысяч и далее первые вопросы начались на 80 тысячах пробега это стойки стабилизатора которые пришлось заменить 110 тысяч пробега замена рычагов передней подвески 130 тысяч задние амортизаторы 140 тысяч пришлось удалять катализатор оказалось что он уже давно разрушился так как автомобиль потреблял один литр масла на 8 тысяч пробега 150 тысяч передние тормозные диски и задние колодки на барабанных механизмах 155 тысяч снова стойки стабилизатора сальник привода и передние амортизаторы также к этому пробегу уже требовала ремонта рулевая рейка в общем чтобы дальше не вкладывать деньги в ремонт было принято решение продать крету и приобрести новый автомобиль чтобы опять хотя бы первые 100 тысяч пробега кататься и менять только масло крета ушла в трейд-ин за 850 тысяч рублей и за 900 тысяч рублей была куплена новая лада веста св люкс престиж с чугунным мотором 1 и 6 литра выдающим 106 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач автомобилю пока только один месяц но уже можно сделать первые выводы владелец на самом деле очень доволен выбором оказалось что универсал не уступает по вместительности кроссоверу и даже выигрывает в нем на самом деле больше места а также лучше комплектация и что порадовала это приятная всеядная подвеска из минусов можно отметить меньше мощности все таки 1 и 6 для универсалом маловато а также вазовская коробка имеет свои звуки и вой который автоваз обещает устранить но пока они этого так и не сделали но если немного доплатить за мотор 1 и 8 то можно было бы получить реношную коробку в которой нет никаких проблем и тогда автомобиль был бы вообще идеален но это уже другая история в общем то на этом история подошла к концу если вам понравилось видео то ставьте лайки пишите свое мнение в комментариях правильно ли сделал владелец что купил ладу весту св и не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые выпуски пока пока